Любой труд достоин уважения. Этой догме нас учат с раннего детства. А как известно, самым тяжелым трудом является работа над собой. Потому героини нашего следующего сюжета без преувеличения достойны для подражания пример. В таком непривычном для Славянского района виде спорта, как женский бодибилдинг, Кристина Самофал и ее подопечные относительно недавно. Но уже могут похвастаться такими победами, о которых мечтают многие спортсменки. Для тех, кто ожидает увидеть в нашем сюжете огромных женщин с раскачанными руками, спешу расстроить. Бодифитнес, фитнес-бикини – это своеобразное хождение на грани. Здесь развитая мускулатура не затмевает природную грацию женственность. Наверное, именно поэтому эти виды женского бодибилдинга уже покорили миллионы людей по всему миру. Спортсменка здесь – это своего рода скульптура, тело которой умело ваяет главный архитектор-тренер. Наши новые знакомые Юлия, Анастасия и их тренер Кристина в женском бодибилдинге совсем недавно. Однажды, посетив в Краснодаре соревнование по бодибилдингу, я просто пришла в некий восторг и пообещала себе, что на следующий год я обязательно подготовлюсь и буду выступать. Собственно, так и произошло. 2014 год стал точкой отсчетов в карьере бодибилдинга для Кристины Самофал. А уже в 2016-м она получила первое место на одном из престижнейших мировых чемпионатов – Олимпия. По ее стопам пошли и подопечные. Юлия Полушина в прошлом кандидат в мастера спорта по прыжкам в шестом. На первый в своей жизни чемпионат по фитнес-бикини вышла всего спустя полгода подготовки. Собирались готовиться мы где-то год, но в итоге мы за полгода все быстренько сделали, даже меньше, и я вышла на сцену уже в прошлом году, осенью, и я заняла там уже призовое место. Первый раз вышла на сцену, для меня это было так неожиданно. Когда меня наградили, я заняла второе место в юниорках, я вышла с медали из грамоты и увидела своего тренера, и у меня просто слезы радости. Я бежала к ней со слезами, обнимала. Это было вообще просто непередаваемое чувство. Только крупные соревнования такую цель ставят перед собой славянские девушки и, как ни удивительно, с легкостью располагают к себе взыскательную аудиторию. На престижных чемпионатах, которые в начале осени проходили в Ростове и Таганроге, Юлия смогла покорить жюри и привезти домой сразу две золотые медали. Ее коллега по тренировкам Анастасия Валуйская на этих соревнованиях впервые выходила на сцену. Несмотря на это, девушка смогла обойти почти 150 конкурсанток и завоевала бронзовую медаль. Мы гордимся тем, что мы делаем. Мы очень много стараемся в зале. Мы прикладываем большие усилия и потом выходим, показываем это все. Это такие смешанные чувства. Конечно, ты стесняешься. Когда тренируешься, получается по одному, а когда выходишь на сцену, получается совсем по-другому. Бодифитнес – спорт не для ленивых. Шутка ли, позируя на сцене на шпильках высотой в 10 сантиметров, нужно красиво и улыбаясь простоять около 40 минут, пока жюри не сделает свой выбор. Но на все это девушки готовы пойти, потому что главный приз – возможность стать лицом крупной компании и заключить серьезные рекламные контракты. При всем этом девушки отмечают, что даже в 21 веке далеко не все окружающие готовы принять и понять желание представительности слабого пола заниматься построением мышц своего тела. Подопечные называют Кристину мамой, ведь при подготовке она следит за ними, как за собственными детьми. Дотошно придумывает и ставит позинг. Этот термин обозначает умение спортсменок выгодно продемонстрировать достижение своего тела. Занимаясь тренерской деятельностью, Кристина и сама не хочет покидать сцену. Она без передышек усиленно готовится к соревнованиям, потому для своих подопечных является эталоном. Я смотрела на нее и хотела быть всегда в такой форме. Она имеет детей и так хорошо выглядит. Мне кажется, что много девушек смотрят на нее и хотят выглядеть, как она. Чтобы быть как мама Кристина, девушки занимаются в зале практически каждый день. Строго следят за питанием и даже режимом сна. Пообщавшись со славянскими чемпионками, сомнений в том, что гармонично развитое тело – это большая работа, не возникает. А в завершении нашего сюжета специально для зрителей славянского телевидения Кристина Самофал открыла свой секрет того, как женщине добиться плоского живота. Мы то, что мы едим. Поэтому если вы хотите приобрести красивые формы вашего рельефного живота, то это только поможет вам диета. А тренировки – это как приятный бонус ко всему этому. Вот такой вот секрет. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».